Друзья, всем привет! Димаш Кудайберген после долгого перерыва опубликовал в соцсети забавный пост и рассказал. Прилетел в родной Казахстан, в Алматы. Ребята, тут имеется в виду обращение к Артуру и Танату, вам еще рано со мной играть. UFC – это вам не шашки. Друзья, во время игры в компьютерную игру было множество забавных моментов. Давайте вместе посмотрим. Поклонницы Димаша привыкли к прекрасному праздничному образу артиста на сцене. В модных костюмах, с макияжем, стильной прической в этом видео артист показал себя с новой стороны, как он выглядит сейчас в обычной жизни и немало удивил поклонниц. Чуть ранее мы видели фото артиста на самокате в таком же интригующем прикиде. Думаю, не все поклонницы смогли бы узнать певца, увидев его на улицах Алматы. В общем, Димаш в отпуске. Бритва и парикмахер тоже. А стилист артиста Санди может тоже отдохнуть. Ведь она всегда была с Димашем на концертах и следила за его внешним видом. Создавала, а потом поддерживала сценический грим, когда артист немало потел. Тут одной не справиться. Конечно, и мама артиста Светлана Айтбаева тоже ухаживает за сыном во время выступлений. Ранее Димаш показывал нам прическу времен ковида и писал, мол, подстригусь, когда длина волос будет достигать 3 километра. Шутник. Надеемся, что в этот раз между концертами он не станет отращивать длинные волосы. Мы много раз убеждались в том, что Димаш, несмотря на всемирную славу и известность, остается прост в общении, как все отдыхает с друзьями, позволяет себе расслабиться, поиграть в компьютерные игры. Единственное, что остается непонятным, почему среди всей компании он один в головном уборе. Чем это объяснить? Может, артист так пытается стать менее узнаваемым? Друзья, напишите об этом в своих комментариях. Димаш занимается спортом и дружит с известными спортсменами. Недавно он поддержал Геннадия Головкина на спортивном поединке и исполнил гимн Казахстана. Как оказалось, Димаш занимается не только реальным спортом, но и виртуальным. Кто его тренер? Может быть, Мансур? Приятно видеть, что Димаш сейчас весел, бодр и отдыхает с друзьями. Все-таки он потратил немало сил, готовясь к сольному концерту в Алматы. А впереди предстоит немало работы. Надеемся увидеть его записи на телевидении Казахстана в новогодних телепередачах. Скорее всего, в Китай Димаш поедет не скоро. Во всяком случае, пока не было никаких анонсов о работе артиста в этой стране. Выступлений Димаша в России, как это было ранее, на новогодних телепередачах, «Голубом огоньке», «Песни года», на НТВ с Игорем Крутым, тоже, увы, не приходится ожидать. Зато, возможно, Димаш принят участие в телепроектах телевидения Казахстана. Ведь зрители давно ждут его возвращения на экраны страны. Напомним, что со слов продюсера-певца Каната Айтбаева уже почти смонтирована телеверсия выступления артиста в Алматы. И это отличная новость. А пока мы ждем новой даты концерта Димаша в Малайзии. Как вы помните, ранее назначенное шоу Димаша в столице Куала-Лампур было отменено. В одном из сообщений от организаторов мероприятия несколько тревожно звучат слова о том, что они вернут все деньги за билеты. Означает ли это, что концерта вообще не будет? Пока никаких объяснений и уточнений о самой возможности проведения шоу в Куала-Лампур от официальных представителей Димаша и его продюсера нет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok